Разрешите представить вашему вниманию доклад на тему «Стратегическое планирование технологического развития региона». Нужно сказать, что современное технологическое развитие Российской Федерации связано с воздействием общей ситуации в мировой экономике, которая характеризуется многими экспертами и исследователями как сложное в связи с формированием новой цифровой экономики, новой экономической формации, основанной на использовании цифровых технологий и сложившаяся ситуация изоляции, простимулировала эти условия использования цифровых технологий, которые обеспечивают необходимую среду дистанционной и удаленной работы. С другой стороны, экономика находится в кризисных условиях и международная экономическая среда, технологические вызовы, цикличность экономического развития, в том числе с учетом сложившихся социально-экономических тенденций, особенности каждой страны определяют необходимость новых методологических подходов стратегического планирования, технологического развития региона в свете последних технологических тенденций и сложившейся экономической ситуации. Нужно отметить, что естественное падение производительности в традиционных отраслях экономики, которые отмечают многие исследователи уже с 70-х годов прошлого столетия, формирование инновационной экономики приводит к серьезному изменению отраслевой структуры. И данные тенденции значительно отражаются как на региональной отраслевой технологической специализации, так и потенциале научно-технологического развития страны в целом. Формирование и активное использование цифровой среды и цифровых технологий приводит к данным изменениям, требующим новых подходов не только к выбору цифровых технологий, как ключевых технологий в шестом экономическом технологическом укладе. Если для этапа стратегического планирования, который традиционно мы связываем с теориями Питера Друкера, Акхофа, Чандлера, Ансофа, Минсберга, Майкла Портера и символами перехода к качеству на новому этапу, связанному с так называемыми ресурсными концепциями в стратегическом планировании к различным социально-экономическим системам, Прохалат, Хаммел, Грант, Вернервельт, Монтгомери, Барнии, ресурсные концепции в стратегическом планировании и появление так называемой концепции динамических организационных способностей, ТИСА, рядом автором термин «динамический», означающий способность к обновлению компетенций в целях достижения соответствующих, с изменяющейся деловой средой определенных инновационных ответов внешне окружающей организационной среде. Нужно отметить, что в отличие от традиционных подходов, новые подходы связаны с появлением этапа так называемого дорыночного этапа конкуренции, этапа технологического прогнозирования, когда мы делаем в региональном контексте выбор того или иного подхода. И следует раскрыть категорию способности применительно к региону. Стратегия научно-технологического развития региона является одним из стратегических документов. Но в традиционном подходе, который мы можем связать с подходами, с традиционной парадигмой стратегического планирования, не столько демонстрируют взаимосвязь с технологией как стержневым компонентом этой стратегии и с ее выбором этих приоритетов, сколько с включением технологии как фактора, определяющего выбор определенной стратегической альтернативы. И можно сказать, что научно-технологический прогресс на уровне макросреды как глобальный фактор в данной системе координат рассматривается лишь как внешний фактор, а не как ключевой компонент. В этой связи развитие ключевых компетенций, динамических способностей, применение новых подходов к стратегическому планированию позволяет достичь не только устойчивых конкурентов преимущества уровня организации, на уровне микросреды и на уровне регионального управления связывается с появлением безальтернативных путей стратегического планирования, компетентностный подход и формирование динамических способностей в управлении научно-технологическим регионом предполагает формирование новых процедур, механизмов технологического прогнозирования и определения технологических приоритетов целью опережения социально-экономического развития и достижения позиции региона инновационного лидера. В этой связи разработана авторская концепция процесса стратегического планирования технологического развития, позволяющего сформировать инновационные преимущества региона. Инновационные преимущества региона определяют, как новый термин, превосходство региона по результативности инновационной деятельности и создание наилучших стимулирующих условий внедрения научно-технологических новшеств в различных отраслях в сферах деятельности региона, создание организационных условий инновационного развития На втором этапе на основе задействования естественно-рыночных механизмов. Это изменяющееся преимущество экономики региона, позволяющее повысить инновационную восприимчивость и использовать условия, которые в условиях российской среды, например, это концепция территории опережающего развития, доказавших большую эффективность, чем особые экономические зоны. Использование преференциальных, административных, налоговых условий взаимодействия участников инновационной деятельности, позволяющих повысить уровень инвестиционной привлекательности и раскрыть инновационный потенциал. Требуется новое методологическое обоснование использования этих территорий. Развитие компетенции и оценка результативности реализации стратегии технологического развития для этого завершающими этапами, включающими как определенную систему показателей достижения данного уровня и формирование определенных программ повышения компетентности участников инновационной деятельности. Стратегическое планирование технологического развития таким образом в условиях цифровизации экономического спада выстраивается на новых принципах селективности и опережающего технологического прогнозирования. Здесь возникают вопросы с зарубежным опытом, как селективность, подход из 130 направлений технологического развития в Японии, технологического развития в нашей стране и реализации многих европейских концепций регионального развития. Вопрос опережающего развития связывает с международным опытом сокращение цикла внедрения новшеств в производство и маркетингового обоснования с учетом социальной эффективности проекта технологического обновления, конечно, с современными условиями, которыми столкнулась мировая экономика. Стратегические альтернативы и технологическое развитие экономики региона можно разделить на две группы в соответствии с новым подходом, с существующими подходами в стратегическом развитии на традиционный, сложившийся как догоняющий развитие, включающий поиск, адаптацию, уже имеющих новшеств и опыта. Второй, наиболее приемлемый, не связан с директивной стратегией, это стратегия технологического опережения создания новых производств. Учитывая множество технологических приоритетов инновационного развития региона. Планирование технологического развития региона должно состоять из системы взаимосвязанных регламентаций по технологическому прогнозированию, таким образом, целеполаганию, обеспечению организационных условий, реализации научно-технологических приоритетов, оценки результативности инновационной деятельности с целью постановки целевых ориентиров достижения позиций региона инновационного лидера. Мой доклад закончен, спасибо.